Привет! Вы смотрите канал Netflix Live Vlog. Сегодня мы снимаем еще один тег для вас. Будем отвечать на интересные вопросы. Сегодня мы выбрали тег, который называется 12 странных вопросов обо мне. Погнали! Итак, первый вопрос. Что вы сегодня ели на завтрак? Я лично что и всегда. Что ты кушал? Кашу с яйцами. И еще сегодня была у тебя там порезанная ветчина с грибочками. Иногда, да. Иногда у меня бывают хорошие дни. И мне кладут туда мясо. Может, ты так печально об этом говоришь? Тебе же на самом деле нравится? Да. Нельзя говорить, что не нравится. Я кушала сегодня кашу, кино, перемешанное с овсянкой. И я, сделав блендере, перемолола банан с молоком. То есть я не просто молоком залила свою кашу, а бананом с молоком. Было очень вкусно. Видите, да? Какая разница подходит? Да ладно, у тебя тоже было вкусно. Ну попробую я, скажи, что не было вкусно. В следующий раз вообще мясо не покладут. Второй вопрос. Самое гадкое, что вы когда-либо ели? Я однажды ела... Сопли? Нет, я в Торонто жила... Это не самая гадкое. Ну, кстати, похоже на сопли. Я в Торонто жила с девочками из Кореи, по-моему, они были. И они мне дали свои всякие там корейские сладости. И вот они реально были похожи на медузу. И это было ужасно. Ну вот эти же сладости, которые ты любишь, как они называются? Которые у нас выйти из галлери? Вот это было... Вот просто то, что у нас выйти из галлери... У нас вкусняшки. У нас уже как бы под наш вкус, под наш рынок подстроенный. Но в оригинале это жуткая гадость, если честно. Может, ты мне очень нравилась как соседка. Может быть. Скорее всего. А ты что? Что я самое противное ел? Да. Я не ел этого. Но я представил, что я мог бы это съесть. Потому что ты все время пыталась мне это заказать. Когда мы с тобой познакомились. Она везде это называла как-то так, чтобы я не понимал. Пыталась мне заказать бычьи яйца. Это правда вкусно. Это очень много белка. И мозги очень вкусные. И бычьи яйца. Ну вот поэтому вы, женщины, так любите, да, мозги? Думаете, они очень вкусные. Третий вопрос. Какой запах вам нравится, но не нравится окружающим? Ну, когда... Ну, я поняла. Под одеялом. Тебе, в принципе, нормально, а окружающим не очень. Но мне очень нравится нюхать свою кожу вот так вот против волос. Вот так вот. Ну, наверное, не всем нравится запах. Это запах тела, грубо говоря. Волосатые руки у тебя? Ну, конечно, есть волосы. Это когда против волос нюхаешь, то чувствуешь запах кожи. И у нас с Игорем очень похож запах кожи. Может, поэтому я выбрала быть моим мужем. Ты меня выбрала, да? Ну да, вообще-то я тебе даже сказала, где от меня предложение. Приказала, я бы сказал даже. Четвертый вопрос. Я люблю запах спиленной древесины. И такое вот чуть... Она когда подгоревшая, спиленная, свежая. Но этот запах, мне кажется, все любят. Да, мне тоже нравится этот запах. А вы жаворонок или сова? Я жаворонок и Игорь сова. Встречаемся в обед. Ваша экологическая... Что? Экологическая привычка? Что это такое? Ужно. Что это значит? Экологическая? Экологическая привычка. Точно? Может, ты неправильно читаешь? Ты же не умеешь читать. Экологическая привычка. Ну, давай будем считать, что ты экологически чистого кушаешь, пьешь или делаешь. Мы выкидываем бутылки. Ну, выкидываем... В смысле, мы их сдаем... It's a miracle. Мы их сдаем на переработку. Да. Ну, да. За бабки. Если бы это бабки не давала, Наташа бы не сдавала. Ваш способ за одну минуту поднять себе настроение? Ну, мне нужно позвать мужа, и он сделает так, чтобы у меня было хорошее настроение. Пощекотает Наташа. Он, да, пощекочет меня или расскажет, что это смешное. То есть, он меня умеет веселить. Сама себе я не могу поднимать настроение. Ну, мужчины еще с детства могут сами себе поднимать настроение. Их этому природа научила. Нет, на самом деле, Игорь тогда по-настоящему злой, и ему ничего не поднимет настроение. Он может еще долго вариться о своей злости. Скоро это долго? Нет, а может, иногда ты так, наоборот, резко так оп, и у тебя налаживается настроение. И пошел раздавать конфеты детям. Так, следующий вопрос. Какой на вас сегодня парфюм? Я не пшикалась сегодня. Ты пшикался? Дольче Габан. Какие страхи у вас были в детстве? Я боялась темноты, я боялась пауков. Необычнейшие страхи. Да, ну, у меня самые обычные детские страхи. А я в детстве боялся, что очередь закончится, а мама еще не успеет вернуться. Точно. И кассир тебе скажет, ну что? Что? А ты всех пропускаешь. Проходите, проходите. Да, точно. Еще наркоманов боялся. Что-то вот наркоман, он когда такой стоял где-нибудь там в подъезде видел, знаешь, мне казалось, что он как будто как тигр готовится к прыжку. Он стоит, стыкает, если пройти мимо него, он резко на тебя, фух, прыгнет и заколет тебя до смерти. Да кайфушечка. Используете ли вы не танзурное выражение? О, блядь, конечно нет. Да, если честно, мы оба много используем. Ну, не прям, нет, немного, но используем. Наташа очень много, и я пытаюсь ее отучить. Я в основном блякаю, что еще? Ну, я много разного, говорю, ну, больше всего блякаю. А ты? Я не использую. Игорь очень часто всякие, говорит, матюки. Следующий вопрос. Насколько легко вас обмануть? Ну, у нас есть уверенность в том, что нас очень сложно обмануть, но на самом деле, на самом деле мы пару раз совпадались и нас обманывали. Наташа меня тоже обманула. Говорит, приезжай в Майами, отдохнешь. Я английский-то не знаю. Приехала, она говорит, давай сейчас здесь пойдем, узнаем кое-какую информацию. Возьми, там паспорт нужен. Я взял паспорт, пришел. Смотрю, родственники подъехали. Я говорю, а что? Она говорит, так кредит возьмем, поручители, наверное. Какая-то женщина стала, что-то там на английском нам наговорила. Наташа говорит, у тебя золота нету. Говорит, на тебе колечко. А вот и мне колечко говорит, все, поцелуйтесь, уходите. Обманула тебя. Такое доверчивое вообще. Одинственный вопрос. Кого из знаменитостей прошлого или настоящего вы хотели бы пригласить на ужин? Из знаменитостей прошлого или настоящего? Да. Бабу или мужика? Ну, кого хочешь. Если бы это был мужик, мне очень нравится актер комедийный. Я даже забыл, как его этот вот, господи, аж стыдно стало. Адам Сэндлер? Да, Адам Сэндлер, да. Мне очень нравится. Мне кажется, он такой вот настоящий чувак. И еще, мне кажется, настоящий чувак Джим Керри. Да, Джима Керри бы тоже хотела. Но больше всех я бы хотела Шварцнеггера пригласить на ужин. Мне кажется, что Шварцнеггер чуть такой заносчивый парень. Такой немного. Я крутой, я Шварцнеггер, еб. Мне кажется, он просто уже старенький и устал от всех. И что ты с ним будешь на ужине делать? Он тебе скажет, сколько ты жиров кушаешь, сколько белков, сколько углеводов. Да, не думаю, что он. И леща. И последний вопрос в этом теге. Самые важные слова в вашей жизни. Я тебя люблю. Спасибо. Нет, это важные слова в моей жизни. Нет, ну, у мужчины много важных слов, там, допустим. Вы, там, негоден, допустим. У вас этот, как его, отрицательный, этот, отрицательный на вирусы, там, разный, шик. Что там еще? Много таких важных, серьезных слов, говорит, там. Будешь моей женой, допустим, ты что, дурак, подумай, кому ты предлагаешь. Тоже такие, ну, одумался раз. Ну, понятно. Жизнь пошла по-другому. Очень много важных слов в твоей жизни. Да. Нет, ну, были, конечно, такие. И по-настоящему такие были жесткие. Подход такой был, ух, разрывающий. Наталья Игоревна мне сказала, что я папой скоро буду. Это было важнецки было. Ну, когда говорят тебе, что это будет для тебя важно, ты этого все равно не осознаешь. А потом, когда становишься, да, или когда этот момент наступает, вот тогда как бы в этот момент все тебя аж будоражит. Ну, как-то так. Спасибо, ребята, что смотрели это видео до конца. Нам очень приятно, что вы смотрите нас, вас интересуют наши видео. Просто подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить наши любимые лайки.